Хаскель является типизированным языком со строгой статической системой типов. Термин «строгий» означает, что отсутствуют неявные приведения типов. Термин «статический» означает, что проверка типов происходит не во время исполнения, а во время компиляции. Почему же мы до сих пор не сталкивались с типами? Дело в том, что Хаскель умеет выводить тип практически любого выражения самостоятельно. Если тип выражения правильно построен, то тогда его тип выводится. Если же в выражении содержится какая-то ошибка, то тогда система вывода типов Хаскеля возвращает нам сообщение об ошибке. Давайте посмотрим, как мы можем изучать типы с помощью интерпретатора GHCI. Для того, чтобы выяснять тип какого-то выражения в интерпретаторе GHCI, служит команда интерпретатора Type. Одним из самых простых типов служит тип символов, тип чар. Литералы этого типа заключаются в одинарные кавычки. Мы выполняем команду Type, и нам возвращается информация о том, что символ С имеет этот самый тип чар. Имена типов в большинстве случаев начинаются с большой буквы, два двоеточия подряд. Это оператор типизации в Хаскеле. Конечно, это не обычный оператор. Это оператор, который связывает термы, точнее говоря, выражения Хаскеля, которые стоят слева от этого оператора, с типами, которые стоят справа. Тип чар является простейшим типом. Его населяют все символы алфавита. Более того, тип чар достаточно широк, чтобы включать в себя юникодные символы. Помимо символов, которые мы можем вводить с клавиатуры и символов юникода, имеются также управляющие последовательности. Например, управляющий постоянно начинается с обратной косой черты. Например, символ новой строки тоже имеет тип чар. Однако, если мы введем в одинарные кавычки некоторые выражения, которые не относятся к этому типу, например, вот такое, то система проверки типов Хаскеля вернет нам сообщение об ошибке. Помимо типа чар стоит упомянуть еще один тип. Это тип бул. Этот тип населен константами true и false. Вот перед вами булев тип и тип константы true. Вторая константа, которая населяет этот тип, это константа false. Для того, чтобы продемонстрировать некоторые свойства, я сокращу инструкцию type, команду интерпретатора type. По ее можно сокращать до первого символа. Вообще, многие команды интерпретатора можно сокращать до первого символа, если это не приводит к коллизиям. Константа false тоже населяет тип бул. В этом типе больше констант нет. Он населен двумя константами true и false. Продолжение следует...